Здравствуйте! Выпуск программы День города на ваших экранах в студии Марина Комиссарова. Сегодня мои коллеги расскажут вам о событиях среды. Смотрите в ближайшее время. На страже спокойствия сотрудники МЧС учатся справляться с чрезвычайными ситуациями. Депутат Госдумы Александр Шерин планирует поучаствовать в губернаторских выборах. Тепла не будет. Синоптики расскажут о погоде на ближайшее время. В течение трех дней сотрудникам МЧС предстоит отработать действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. Учения стартовали сегодня по всей стране. Их особенность состоит в том, что в регионах, где уже введен режим чрезвычайной ситуации, практические мероприятия будут отрабатываться не по учебным вводным, а в реальных условиях. К счастью, режим ЧС наш регион миновал. Ситуация с паводком и лесными пожарами под контролем. И тем не менее, в будущем случиться может все, что угодно. Именно поэтому с шести часов утра Главное управление МЧС России Паризанской области работает в режиме повышенной готовности в полном составе. В ближайшие три дня в ходе крупномасштабных учений сотрудникам МЧС предстоит отработать действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и лесными пожарами. Согласно замуслу, учения пройдут в три этапа. В первый день все силы будут приведены в готовность к реагированию. Во второй предстоит организация работ. Завершающим этапом станет непосредственно ликвидация условных чрезвычайных ситуаций. Практические действия будут отрабатываться по двум вводным, разработанным по наихудшей обстановке, которая может сложиться на территории отдельно взятого субъекта Российской Федерации во время весеннего половодия и пожароопасного периода. В настоящее время уже отработаны вопросы оповещений и сбора личного состава Главного управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. К месту проведения практических мероприятий направлены передвижной пункт Главного управления и аэромобильная группировка. Накануне начала крупномасштабных учений начальник Главного управления МЧС России Паризанской области Сергей Филиппов отметил, что возникновение чрезвычайных ситуаций может спровоцировать и сам человек. Так пал сухой травы, с которым борются пожарные с марта этого года, зачастую становятся причиной более серьезных происшествий. К середине апреля этого года было зарегистрировано уже более 700 выездов пожарных подразделений на ликвидацию загораний травы, общая площадь которых превысила 1700 гектаров. Хочу привести пример Ухоловского района. К сожалению, работники Дома культуры сжигали мусор обыкновенный. Ветер перекинулся на траву и сожгли строение. Но хорошо, что оно оказалось отдельно стоящее и нежилое. Именно поэтому так важны не только регулярно проходящие учения, но и профилактические мероприятия, которые постоянно проводятся сотрудниками МЧС. Профилактическая работа – это одна из основных. И я хочу напомнить всем жителям Рязанской области, что, так скажем, девиз МЧС – это предотвращение, спасение, помощь. То есть наша задача в целом – предотвратить. И мы совместными усилиями, это с ОВД, с муниципальными образованиями, с правительством Рязанской области проводим эту работу. Напомним, что крупномасштабные учения продлятся до 21 апреля. Главная их цель – проверка готовности максимального количества сил и средств МЧС, находящихся на территориях к работе в режиме чрезвычайной ситуации. Сильный пожар в центре города ликвидировали сотрудники МЧС в разгар рабочего дня. На месте событий побывала наша съемочная группа. На улице Грибоедова сегодня загорелись деревянные сараи. Звонок о возгорании поступил на пульт 01 в 14.34. По прибытию 150 метров квадратных горелок в сарае, по первым сведениям от него была угроза жилого дома, который находится в сарае. Ну и соответственно в 15.02 уже была ликвидация пожара. Тушить огонь выезжали 5 пожарных автомобилей и 15 человек личного состава государственной противопожарной службы. В результате пожара никто не пострадал. Между тем, по словам о как пожарных, так и местных жителей, сараи горят не впервые. В последний раз их тушили год назад. Сожгли один раз, второй, третий, четвертый. Давайте мы сгорим. Ну это правда. Мы же боимся. У нас ребятишки маленькие. Грудной ребенок. В администрацию города уже было отправлено обращение по поводу сноса сараев, которыми давно никто не пользуется. В мэрии ответили, что по программе сноса ветхого жилья это запланировано. Сколько времени пройдет до того момента, когда злополучные сараи все-таки снесут и сколько раз к тому времени они сгорят, покажет время. В сентябре Рязанской области предстоит важное для жизни региона событие – выборы губернатора. Помимо временно исполняющего обязанности главы региона Николая Любимова, прибывшего из Калужской области, свою кандидатуру на пост губернатора планирует выдвинуть депутат Госдумы Александр Шерин. По телефону он ответил на наши вопросы. Как вы решились на такой шаг? С великим удовольствием и честью для меня представляют интересы жителей Рязанской области. Есть возможность благодаря партии ЛДПР в Государственной думе, но если соответствующие решения наши избиратели примут, я готов работать на этом посту и в субъекте Российской Федерации Рязанской области. А шансы свои как оценивать по сравнению с Николаем Любимовым? Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Рязанской области продолжают выполнять свою работу. На днях они изъяли у злоумышленников, пытавшихся организовать в Рязани широкое распространение наркотиков около килограмма синтетики. Оперативники управления наркоконтроля у МВД России по Рязанской области в ходе мониторинга регионального сегмента сети интернет выявили интернет-активность, характерную для попытки организации бесконтактного сбыта наркотиков через тайники-закладки. Полицейские специалисты раскрыли интернет-инкогнито злоумышленников. Выяснилось, что к попытке организации разветвленной сети сбыта синтетических наркотиков причастны 27-летняя Рязанка и ее 30-летний сожитель. Оперативники ОНК у МВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Московскому району Рязани зафиксировали в городе действия 30-летнего Рязанца, похожую на выемку из закладки крупной партии. Чтобы не спугнуть возможных соучастников злоумышленника, полицейские проводили его до дома, где оперативники задержали Рязанца и его 27-летнюю сообщницу. В ходе осмотра квартиры, где жили задержанные, полицейские обнаружили один большой пакет с порошкообразным веществом, несколько пакетов с растительной смесью, приспособления для приготовления курительных смесей типа «Спайс», электронные весы и полиэтиленовые пакеты, используемые для изготовления контейнеров для расфасовки наркотиков малыми дозами. Экспертиза установила, что в жилище незаконно хранилось более 970 граммов синтетических наркотических средств. В ходе осмотра салона автомобиля, на котором передвигался злоумышленник, также были обнаружены наркотики синтетического происхождения весом около 2,5 граммов. Полицейские выяснили, что злоумышленники сотрудничали с интернет-магазином, недавно появившимся в сети. Около месяца назад молодой человек с девушкой получили для распространения небольшое количество синтетики, а затем им доверили крупную партию – около килограмма. В это время о деятельности злоумышленников стало известно. Полицейские мои оперативники задержали преступников. Сотрудники Управления наркоконтролем МВД России и Паризанской области выясняют все звенья цепи незаконного распространения наркотических средств. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное заключение. Осторожно, пешеходы! Сотрудники госавтоинспекции не устают предупреждать и водителей, и пеших граждан об ответственном поведении по отношению друг к другу. Тем не менее, количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов не уменьшается. Соблюдение всех правил дорожного движения, к сожалению, не дает гарантию того, что ДТП не произойдет. Всегда найдется человек, который чего-то не заметит или вовсе решит быстро проскочить на красный сигнал светофора. Так, сегодня около 8 утра на московском шоссе произошло столкновение трех автомобилей. По предварительной информации, водители Митсубиси и Лада Калины остановились, чтобы пропустить пешехода, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. Двигавшийся с ними в попытном направлении водитель автомобиля Ситроен вовремя не среагировал на сложившиеся обстоятельства на проезжей части и совершил столкновение с задней частью отечественного автомобиля. В результате происшествия медицинской помощи понадобилось трехлетнему ребенку. Во время столкновения мальчик был пристегнут с помощью детского автокресла. Это еще раз говорит о том, насколько важно соблюдать все правила дорожного движения. Смотрите в продолжение выпуска. В эфире программа «День города» и мы продолжаем выпуск. «Дорогами войны» – так назвали организаторы ежегодный автопробег, который проходит в преддверии Дня Победы. В самые отдаленные уголки области к тем ветеранам, у которых нет возможности попасть на парад, каждое 8 мая отправляются добровольцы с тем, чтобы поздравить и поблагодарить героев. В этом году акция пройдет уже в десятый раз. С каждым годом их становится все меньше. Тех, кто насмерть стоял ради Победы и мира. Тех, кому мы, нынешнее поколение, можем и должны сказать спасибо. Как никто другой, это понимают участники ежегодной акции «Дорогами войны». В этом году поеду девятый раз. То есть, кроме первого, старалась не пропускать, и это получилось. Зачем вы все это делаете? Вот ты конкретно, зачем ты это делаешь? Сложный вопрос. Ну, прежде всего, мы говорим ветеранам спасибо за их подвиг, за их труд. За труд не только во время войны, но ведь они и после войны работали. Они отдали свою жизнь на производстве, на тяжелом производстве в большинстве своем. Либо это медработники, либо еще какие-то очень нужные стране, обществу люди. Поэтому мы приезжаем и в первую очередь говорим им спасибо. Наверное, за этим мы все и едем туда. В каждой отдаленной деревеньке живут те, кто достоин праздника, но не может его получить. А зачастую все, что им нужно, это внимание. Очень сильно запомнилась одна из участниц войны, к которым мы тогда приехали. Она была медсестрой на фронте, жила одна в старом домике, покосившемся. И когда мы зашли к ней в дом, мы увидели, что из еды у бабушки есть только манная каша. И все, и дом пустой. И ее толком никто не навещает, хотя есть соцработники, которые за это получают зарплату. Но бабушка абсолютно одинокая, но при этом она относится к жизни с юмором. Говорит, вот я, ну мы ее спрашиваем, чем вам запомнилась война. Она говорит, ну вот я себе горб заработала. А больше, говорит, видите, ни на что не заработала. Это было очень грустно, конечно, и врезалось в память. Десять лет назад впервые от Площади Победы отправились три автомобиля. С каждым годом количество желающих принять участие в акции росло. Количество экипажей достигало даже 30 автомобилей. В этом году к настоящему моменту уже заявились 15 экипажей. Но люди регистрируются каждый день. Суть акции – доехать до ветеранов, которые обделены, к сожалению, вниманием. Вот это такая цель была 10 лет назад. За 10 лет ситуация, она реально изменилась. То, как сейчас, ну, во-первых, сколько их осталось сегодня, да, и сколько их было 10 лет назад, это разное. И тогда были ветераны, которые были действительно обделены вниманием. Да, мы приехали, первые наши мероприятия, мы приезжали к ветеранам, они говорят, вы знаете, меня там последний раз в 66-м году поздравляли, ну, в 60-х годах, а после этого даже ни одной открытки не было. Это в удаленных деревнях Рязанской области, Амкадмский и Ермешинский район. Ранним утром 8 мая участники собираются на площади Победы, распределяются адреса, маршруты, загружаются подарки для участников войны и детей войны, и экипажи отправляются в путь. В социальной сети ВКонтакте есть группа «Дорогами войны». Здесь вся информация об условиях участия, форма для регистрации и фотоотчеты с прошедших автопробегов. Стоит отметить, что никто из однажды принявших участие уже не может отказаться от пробега. И это говорит само за себя. Вот эта категория участников Великой Отечественной войны, она, к сожалению, от нас уходит, да, и старики умирают, как это ни печально. И всегда найдутся люди, которые, ну, во-первых, будут старые, во-первых, будут одинокие, во-первых, там, в-третьих, будут где-то далеко жить, и всегда будет к кому приехать. Мобильные телефоны стали постоянным спутником нашей жизни. Помимо основной функции – телефоней с их помощью – общаются в социальных сетях, делают фото и видео, играют в игры, убивая свободное время. Тысячи комиксов и десятки социальных роликов посвящены погружению человека в экран сотового телефона и отстраненности от реальной жизни. Чем опасна такая привязанность к маленькому аппарату, выяснял Валерий Седов. Сотовые телефоны плотно вошли в нашу жизнь. Школьники носят этот гаджет с собой, а молодые люди покупают телефоны своим родителям, чтобы всегда быть с ними на связи. Но споры о том, вредны эти устройства или нет, ведутся до сих пор. Кто-то предполагает, что сотовые телефоны способны вызвать чуть ли не рак. Другие же утверждают, что никакого вредного воздействия они не оказывают. Однако ученые из Дании и Норвегии сообщают, что пользователи сотовой связи жалуются чаще других на частые головные боли, постоянную сонливость и беспричинную раздражительность. Также под воздействием вредоносных электромагнитных полей, генерируемых мобильным телефоном, находятся глаза и мозг. Ведь во время разговора мы плотно прижимаем трубку к голове. Ученые доказали, что электромагнитные волны, проникая в ткани, неизбежно вызывают их нагревание, что с течением времени сказывается неблагоприятно на функционировании всего человеческого организма. Эксперименты на животных, которые проводились в России, показали, что у крыс, подверженных электромагнитному излучению, существенно пострадало зрение. Также оно отрицательно сказывается и на иммунной системе животных. Казалось бы, вред мобильных телефонов должен ограничиваться временем разговоров по нему. «Говоришь меньше, вреда меньше». Но не тут-то было. Даже неработающий мобильный телефон, просто лежащий рядом с кроватью, может навредить и помешать вам выспаться. Сотовые телефоны несут угрозу человеку не только из-за своего излучения. Люди часто ходят по улице, не поднимая глаз от гаджета и не обращая внимания на происходящее вокруг. Подобное поведение может привести к весьма плачевным последствиям. Пешеход дорогу должен не только видеть, но и слышать. Особенно эта проблема, конечно же, с подростками, когда реально одевают наушники и не слышат то, что происходит на дороге. Либо пытаются даже писать смс и ставить лайки в момент пересечения проезжей части. Нужно помнить каждому пешеходу, что его внимание должно быть направлено только на переход дороги в тот момент, когда он находится на проезжей части, ни на что не отвлекаться. Во многих зарубежных городах существуют дорожные знаки, говорящие о том, что дороги переходят люди, которые не отрывают взгляд от сотового. Даже в Санкт-Петербурге такой знак установлен на одном из пешеходных переходов. В Рязани же с недавних пор есть светящаяся полоса, которую видит человек, чей взгляд устремлен вниз. Правда, она установлена только в одной точке нашего города. Железнодорожные переходы также сделаны с заботой о людях. Чтобы пройти по этому пешеходному переходу, от сотового телефона отвлечься все-таки придется. К тому же, во время пути прекрасно видно, идет ли поезд с той стороны или с этой. Но телефоны наносят не только физический вред. Сейчас в психологии существует такое понятие, как «номофобия». Термин был введен специалистами совсем недавно для описания беспокойства и даже паники у человека, который по тем или иным причинам потерял возможность с помощью мобильного телефона поддерживать контакт с людьми. Ученые, по-моему, Токио, Институт Токио, они выяснили, что долгое время копания в телефоне, долгое время проведения вот как раз в этих социальных сетях для подростка приводит к совершенно четким, ну, скажем, таким последствиям педагогической запущенности. То есть бедность лексикона, сложности установления контакта, сложности в считывании эмоционального состояния собеседника. С зависимостью от гаджетов страдают не только взрослые люди. Дети также не способны оторваться от экрана мобильного и проводят за ним большое количество времени. Сейчас телефон способен заменить детям и взрослым окружающий мир. И теперь иномофобией страдают люди всех возрастов. Но и от этой болезни тоже есть лекарства. Если мы говорим про взрослого человека, ну, наверное, если он созрел, то, наверное, это все-таки поиск специалиста, который поможет потихонечку-потихонечку удалиться, разорвать вот эту пуповину и человеку, скажем, приобрести новые интересы. А если это ребенок, соответственно, ну, здесь вопрос такой, он, как бы, контрактный, что ли, четкий. Здесь добро, оно должно, ну, как бы, оно с определенными мягкими, но кулаками. То есть когда мы с ребенком, ну, во-первых, мы должны вернуть доверие ребенка и поговорить с ним. Мы должны тот вакуум, который он заполняет этим телефоном, и не обязательно телефоном, да, это может и компьютер быть, да, мы должны заполнить его собой. Главное помнить одно из важнейших правил медицины. Яд в небольших дозах – это лекарство, а лекарство в больших дозах – это яд. Теплая и сухая погода, неожиданно установившаяся в регионе в марте, отступила. Холодный северный ветер, затянутый облаками неба и даже легкий мороз по утрам заставил горожан достать уже было убранные зимние одежды и утеплиться вновь. Когда весна вступит в свои права, а теплое солнце разбудит листву на деревьях, расскажут сотрудники Гидрометеоцентра. После почти майской погоды в первой половине месяца природа вернулась на месяц назад относительно календаря, будто бы апрель исчерпал лимит теплых дней. Причиной столь резких перемен стал глубокий циклон, в тылу которого в наш регион ворвался арктический воздух. В ближайшие дни на территории Рязанской области сохранится неустойчивая погода с осадками и температура воздуха чуть ниже климатической нормы. 20 апреля в зоне атмосферных фронтов ночью пройдут небольшие по области местами умеренной осадки в виде снега и мокрого снега. Днем интенсивность осадков уже будет уменьшаться. Ветер ожидается порывистый. Температура воздуха ночью по области минус один, минус шесть градусов, в Рязани минус три, минус пять. Днем всего лишь ноль плюс пять, по области в Рязани плюс два, плюс четыре. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно гололенец. В пятницу в промежуточном гребне антициклона существенных осадков не ожидается, но температура воздуха ночью при прояснениях опустится до минус трех, минус восьми градусов по области, минус трех и минус пяти в городе. А вот дневная температура начнет постепенно повышаться и составит от шести до восьми градусов тепла. В выходные дни на территории Рязанской области местами ожидаются небольшие осадки и порывистый ветер, преобладающая температура ночью ноль минус два, днем плюс восемь десять. По предварительному прогнозу синоптиков, начало следующей рабочей недели также нас они порадуют сухой, солнечной и теплой погодой. В общем, стоит пока не убирать теплую одежду и запасаться горячим чаем, а заодно можно, видимо, приобрести бубены, поискать в интернете магические ритуалы для скорейшего привлечения настоящей весны. В любом случае, главное не расставаться с хорошим настроением. В разных странах этот цветок называют по-разному. Англичане – снежной каплей или снежной сережкой. Чехи – снежинка и немцы – снежным колокольчиком, а мы – подснежником. В зависимости от климатической зоны цветет он с января по май. А вот праздник, посвященный ему, учрежден в Англии, где цветок вовсю распускается именно в середине апреля. Разбегайтесь ручьи, растекайтесь лужи, вылезайте муравьи после зимней стужи, пробирается медведь сквозь лесной болежник, стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Ставший уже традиционным красивый весенний праздник – День подснежника. Свою историю ведет из Англии, где подснежники – очень популярные цветы, и отношение к ним весьма трепетное. Связано это со старинным английским поверьем, которое гласит, что подснежники, посаженные вокруг дома, уберегут жителей от злых духов. Прежде всего, это цветы, которые появляются после зимних холодов и, соответственно, символизируют начало весны и победу тепла над холодом. Они украшают городские клумбы, а разведению их в Соединенном Королевстве уделяется столько же внимания, сколько, например, разведению тюльпанов в Голландии. А вот в нашем регионе они, к сожалению, встречаются нечасто. Что касается нашей зоны, обычно это у нас растения декоративные. В нашей зоне, к сожалению, этот вид не произрастает, и культируется у нас как декоративный. Почему слово подснежник? Потому что он, по сути дела, самый первый цветок. Как только сходит снег, и вот на таких вот прогретых местах, участках, он сразу же выпускает листочки своей цветы и достаточно очень быстро отцветает. Латинское название подснежника – галянтус, молочный цветок. Это растение известно с первого тысячелетия нашей эры. В средние века его почитали как символ непорочности и повсеместно стали выращивать только в 19 веке. Сегодня подснежники произрастают на многих территориях земного шара. Всего их насчитывают около 20 видов, но практически все они занесены в Красную книгу. Самый популярный вид – подснежник белоснежный, а есть еще греческий, византийский и кавказский. Различаются они по форме и расцветке, и даже аромату. Русское название – подснежник. Вероятно, произошло благодаря способности этого весеннего растения пробиваться из-под снега и зацветать с первыми теплыми лучами солнца. Многие, конечно, ошибочно принимают ряд других ранневесенних цветущих цветов и часто их тоже ассоциируют со словом «подснежник». Например, вот сейчас светет сцила сибирская, пролеска сибирская, вот такими голубоватыми цветами, но это не подснежник, это совсем другой вид. Или, допустим, то же самое анемоны, крайне весенне цветущие, тоже многие принимают за подснежник. Сам факт, что под снегом прячется это прекрасное весеннее творение природы, уже делает образ подснежника полным загадок и тайн. Поэтому вполне закономерно, что он часто становится героем различных легенд и сказок. Древняя легенда гласит, что когда Адам и Ева были изгнаны из рая, шел снег. Ева замерзла и стала плакать, вспоминая о теплых райских садах. Чтобы утешить ее, Бог превратил несколько снежинок в цветки подснежника. Увидев цветы, Ева повеселела, и у нее появилась надежда на лучшее. Отсюда и считается, что подснежник – символ надежды. А на Руси существовала легенда, что однажды зима старуха со своими спутниками, стужей и ветром решила не пускать на землю весну. Все цветы испугались ее угроз, кроме подснежника, который выпрямил свой стебелек и выбрался из подснежного покрова. Увидела солнце его лепестки и согрела землю теплом, открыв дорогу весне. Однако, к сожалению, сегодня подснежник стал жертвой любви человеческой. Эти цветы прекрасны, но только в природе. Ведь сорванные они живут всего несколько дней. По мене людей, которые варварски собирают подснежники, на земле их с каждым годом все меньше и меньше. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков и желаю вам хорошего завершения дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok